В общем случае, условная конструкция может выглядеть следующим образом. Сначала идет слово if, затем некое условие. Назовем его условие 1. Дальше идет блок действий, то есть набор команд, набор инструкций, которые должны быть выполнены в том случае, если условие 1 оказалось верным. Дальше мы можем написать еще одно условие, которое обозначается следующим образом. Мы пишем ключевое слово if, это сокращение от else if, и указываем следующее условие. Смысл этого следующий. В том случае, если условие 1 оказалось неверным, мы будем проверять условие 2. Если условие 2 оказалось верным, а условие 1 нет, то будет выполняться блок 2. То есть те команды, которые мы указали после второго условия. Дальше, в принципе, может быть сколько угодно таких конструкций. L-if с очередным условием. Важно, что как только одно из условий выполнилось, дальнейшие условия выполняться уже не будут. Наконец, мы можем в конце указать конструкцию else и блок действия, соответствующий этой конструкции. И этот блок действия будет выполняться в том случае, если ни одно из условий, указанных выше, не выполнился. При этом, каждый из конструкций может как присутствовать, так и нет. У нас может быть условная конструкция, в которой нету else, например. Есть только if и l-if. Может быть наоборот конструкция, в которой есть if, в которой есть else, но в которой нету блока l-if. Давайте рассмотрим еще одну задачу. Предположим, некоторый студент пишет тест. У него есть на тест две попытки. За каждую попытку он получает баллы. Результатом написания теста является наилучший из попыток. И наша задача определить по двум попыткам, сколько баллов получит студент в результате. Перефразируя, задача заключается в следующем. У нас есть два числа. Мы должны определить наибольшие из этих двух чисел. Как такое можно делать? Давайте рассмотрим. Вот у нас есть, предположим, два числа. Давайте обозначим. Первое число запишем в переменную a, второе число запишем в переменную b. Ну, для простоты, пускай это у нас будет два известных числа. Реально их надо читать с клавиатуры. Посмотрим. Если первое число больше либрового, чем второе, то результатом будет являться первое число. Если же оказалось так, что первое условие неверно, то верно что? Верно, что b больше, чем a. В таком случае результатом наибольшим из двух чисел является b. И мы будем выводить его. Таким несложным образом можно находить наибольшие из двух чисел. Можно подойти к этой задачи немножко по-другому. Можно завести специальную переменную m, в которую мы будем записывать максимально из чисел. Для начала запишем туда значение переменной a. Дальше посмотрим. Если значение b больше, чем текущее значение, записанное в переменной m, то мы обновим значение в переменной m на новое, на то, которое больше. В таком случае у нас в переменной m окажется либо значение a изначально, либо новое значение b, если оно оказалось больше, чем значение a. А значит, мы можем вывести результат. Это будет наибольший из двух чисел. Второй подход хорош тем, что он может быть легко обобщен на случай трех, четырех и, в общем говоря, произвольного числа чисел.